Альбом «Большие куртки» от Салуки стал одним из самых долгожданных лонгплеев в этом году. Всё же, от релиза к релизу, Сеня продолжал своё развитие в аудио-визуальном плане, чем приковал к себе огромное внимание и существенно расширил аудиторию. Его скрупулёзный подход к продакшену, визуалам, промо-компаниям, релизам всё чаще сравнивают с самим Канни Уэстом. Но кажется, ему это только льстит. Большие ожидания его нисколько не тяготят, и уже второй год к ряду. Его новая пластинка будет бороться за самые высокие награды в текущем году. За главным треком релиза стали «Большие куртки» вместе с Санни Френдли Тагом. Это уже третья по счёту совместка ребят. Впервые трек был засвечен в декабре 23-го года в кружке Салуки в ТГ-канале. В августе этого года Сеня на концерте впервые показал куплет. Тогда ещё никто не знал, что на фите так. В итоге, когда альбом вышел, композиция залетела в чарты и стала одной из самых запоминающихся на альбоме. Как вы поняли из названия ролика, я вышел на связь с авторами этого бита «Паникой» и «Трипиоушеном». Мы пообщались, они рассказали, как им удалось выйти на связь с Салуки, под кого изначально писался данный трек, знали ли они, что на фите будет так, с чего они в целом начинали, а также будет показано, из чего состоит инструментал. Ну а если вы желаете углублённо узнать историю парней, как сейчас двигаться битмейкеру, какие сложности поджидают, самые эффективные методы продвижения, как они выходили на свои первые большие кредицы. На моём канале ВНУМ будет полная версия интервью на 40 с лишним минут. А ещё там вышло уже 6 эксклюзивных роликов. Последние два про то, куда делся Марио Джуда. Прошло много времени, но я хочу, чтобы вы знали, что Иисус Христос любит вас, ребят. И обзор импортозамещения 8-й мили в сериале «Смычок». Я выиграю баттл, ты проиграешь баттл. Ведь этот баттл для меня станет шаттл. В общем, всех жду в Нуме, ну а мы переходим к разговору о больших куртках. Расскажите, какие у вас были первые эмоции, когда вы попали на релиз к такому артисту, как Салуки? Когда в целом первого такого большого артиста продюсируешь, эмоции колоссальные, я не знаю. В целом, охота всегда поучаствовать в таких больших вещах. И себя лучше ощущаешь, и работу свою как-то больше ценишь. Тем более, когда попадаешь к артисту, которого ты слушаешь частенько, даже что-то берешь, какие-то фишки в работу, это намного ценнее для тебя. В таком шоковом состоянии до сих пор как будто пребываешь. Как вы вообще узнали, что конкретно вы попадаете на релиз? Что вы сделали, чтобы попасть на релиз? То есть вы заслали Салуки, Салуки нашел ваши тайпбиты где-то в группе или на ютубе? То есть как это вообще произошло? Ну вообще, изначально он нам написал, у нас нашел, но там не просто так нашел, да? То есть не в инсте, не где-то там. У него в канале он анонсировал свой приват-канал, другой. W-Chat. Да, W-Chat называется. И там, где он свои какие-то наработки бы показывал, там других может артистов, драм-киты. И в целом там большое комьюнити создавалось. То есть буквально вот я просто почувствовал, что вот как будто то, что нужно для того, чтобы с ребятами познакомиться, сколлаборировать. В целом в музыкальное комьюнити войти. И там был чат большой, там много разных разделов, типа саунд, там графика, люди, которые занимаются дизайном, видеомонтажом, то есть там творчество разного разряда абсолютно. В основном мы просто закидывали наши наработки в тему подраздела лупов, саунд. Как раз он выкатил пост, типа скидывайте демки, лупы, сэмплыши, у вас есть какой вы, как бы могла звучать куртка. Большая. Большая куртка. И вот как раз под этим постом у нас выделил. А когда это было примерно? В прошлом году, наверное. Да, в прошлом году, март, может какой-то. Март, июль, наверное. И впрочем, он так и написал, говорит, вот привет, понравились там ваши работы, закидывай еще. Да, и потом в итоге мы по отдельности законнектились, и уже в дальнейшем так и работали. Синий напрямую. Мы закидывали много лупов. Мы закидывали множество музыкальных работ, для того, чтобы мы же там не весь бит делали. То есть там за какой-то продакшен, за большинство продакшен, начался луп. То есть мы прислали множество работ, мы в основном двигались как лупмейкеры. У нас были биты, и мы биты закидывали, и какие-то биты закидывали лично в Салуке. Какие-то он выбирал, какие-то мы там добивали, может, отчасти. То есть был рабочий процесс некоторый. А так просто мы закидывали множество лупов. Так как мы музыканты, и очень специализированные музыканты, нам легко даются лупы. То есть мы разные инструменты прописываем, и на фортепиано он пианист, я пианист. И мы там разные инструменты прописываем, и легко пишем лупы. Поэтому мы как-то застрели на этом внимание, и на момент, допустим, коллаборации многих, чтобы поработать там с другими битмейкерами, мы часто вот именно на этом и застрели внимание. То есть вы эсэмплы не используете, вы всегда пишете с нуля мелодии? Ну когда как, мы стараемся на самом деле сами написать. Привет, сегодня мы разберем луп строка Салуки, большие куртки. В принципе, как я его заслал Сене, так он и остался. Он практически в нем ничего не менял. То, что мне кажется, он сам по себе прикольный. Очень простой луп. К сожалению, проект не сохранился с прошлого компа. Но можно рассмотреть темы. Вот как он в общем звучит. Короче, в общем, здесь 3-4 дороги, наверное, в общей сложности. Вот первая флейта. Потрясающая мелодия, состоящая из двух нот. Написал ее на мелатроне от Артуре. Самый дефолтный пресет, Strawberry Flutes. Далее здесь консолидированная дорожка гитары и фортепиано. На самом деле все началось с одного сэмпла. Я его услышал, мне очень понравилось. Я решил, короче, скопировать атмосферу этого сэмпла и прописать еще свое. То есть я добавил бас-гитару обычную от Ильи Ефимова. Прописал бас-гитару, основные корневые ноты. И уже добил это все фортепиано-дорожкой. Тоже по корневым нотам. Обычная арпеджио. И в общем она так звучит. Вот на этом все. Что было до попадания на релиз Салуки? То есть расскажите о вашем бэкграунде. С чего вы начинали? Чьи ролики вы смотрели? Кем вдохновлялись? Что вас привело в битмэкинг? Ну мы вообще, мы оба, как говорили, музыканты. Типа я шести лет, я музыкалку закончил, потом пошел дальше. В колледже поучился как пианист. На фортепиано играю. Универ поучился. Я с 16 лет пишу музыку. Но вот так вот целенаправленно, чтобы уже подумать о том, чтобы кому-то закидывать работы, продавать их. Наверное, под конец универа. А сейчас вам по сколько лет? Мне 26. Мне 22. Да. 26-22 года, и ты уже 10 лет пишешь биты? Да. А так вы родом из каких городов и где сейчас живете? С Краснодаром. Ну, я с Краснодара. Я в Уфе родился. Я с детства в хоре пою. Вот, в народном. И там в школе отучился в народном хоре. И после этого поступил в колледж. Я тогда еще не писал биты. Тогда не было у меня такого. В колледже обучался и дирижированию, и в целом класс фортепиано. Работа в теории, работа в теории, да, там, то есть, аранжировки какие-то на нотном стане. Работа с хором как руководителя, да, то есть, изначально вот отношение какое-то к музыке для того, чтобы, там, допустим, миксы какие-то сводить. Я как будто эти знания использовал и при работе с хором. То есть, работа с балансом, грубо говоря. С одними голосами работаешь, они громкие слышим. Говоришь им тише. Говоришь, там, к тенорам, басам относишься. Ну, это мужские группировки голосов. И говоришь, там, вот, вам громче нужно. То есть, относительно такая была работа. Вот. Вышел с колледжа. Ну, и во время колледжа я писал биты. И мы познакомились там с Зинуром. И вместе начали двигаться. Это именно было небольшое творческое объединение. Просто, ну, музыкальные какие-то знания были, но каких-то теоретических знаний при работе с секвенсерами не было. И потом таскал меня. Так он тоже много работ написал. И я смотрел, учился, получается. Как бы разложились на два канала. То есть, там, на мой канал, Паника, и вот, Трипи Оушен канал. И вот так вот до сих пор вместе коллаборируем, двигаемся, работаем. Сколько вы уже вместе работаете в тандеме? Не знаю, четыре, наверное, пять. Ну, пять, наверное, да. Да, пять будет. Что вас вдохновляло? То есть, вы писали его конкретно под Салуки? Типа Салуки Тайбит? Или там под другого артиста? Вообще, какое у вас было настроение? Какой вайп? Присылали лупы пачками. И когда эти пачки в целом создавались, они создавались на студии. То есть, мы там буквально бронировали время. Мы там все сидим здесь, там, четыре часа. И за эти четыре часа там лупов десять мы могли написать. Ну, может, четыре, семь по-разному там бывало. Ну, вот в таком процессе, когда вот быстро там пампер писали, там, Зинур наиграл, я там помог ему, да, там, какие-то там эффекты мы там создали, там, с помощью микшера, там. Потом, наоборот, я там что-то играл, потом Зинур там срезал, да. И, короче, мы в таком темпе, быстром, как будто это все делали. Вот. И прислали уже этими пачками. Когда с вами вышел на связь Салуки, то есть, какое у вас осталось впечатление о нем, о опыте общения, о его фишечках, которые он привнес в трек, и что вы для себя из этого общения почихнули? Крутой, крутой бит! Нет, он простой, как человек вообще в общении. Он очень прошаренный в музыке, в общем. Вообще, очень разноплановый, разножанровый. Внимание к деталям у него. Ну, и идеи в целом у него поражают. Допустим, мы там общались, и он говорит, блин, вот вам работа, там, добейте. И он говорит, ну, условно говоря, творческое задание. Там, добавьте, там, вот этот инструмент, и добавьте, у него, типа, определенный ревер. Я хочу такого звука. И мы, типа, сидели, выбирали, делали разные варианты. Отписывали им, потом отправляли. Он у меня брал тоже, помимо лупа, который на большие куртки пошел, он у меня брал два лупа и один бит, которые мы зашли. Но на альбом они не пошли. На каких условиях вы сошли из Салуки? То есть у вас будут royalty или фиксированная цена за продажу этого лупа? Фикс. А касаемо того, что на этот трек попал Friendly Duck 52, вы знали изначально, что он там будет? Или вы это узнали только когда релиз уже вышел? Или там, когда Салуки уже готовилась выпускать релиз и заполняли какие-то бумаги и узнали это? Это было большим сюрпризом для нас. Ну, на релизе мы узнали, получается. И, ну, удивились. Прям для нас был праздник. Мы вообще в целом, мы вместе же встречали альбом. И прям ждали-ждали. Оп, Friendly Duck. И мы, ого. Ну, вообще было интересно представить у нас такой бит. Даже что-то интересное получилось. Ну, да. Ну, то есть Салуки же укладывал сниппет до этого. Мы просто уже знали, что возможно мы попадем на куртки. Просто мы до конца и не понимали, будем ли мы на куртках или нет. То есть, он говорил, что возможно этот трек будет сольный отдельно. Либо там с бульваром у него еще будет альбом, он говорил. Ну, да. То есть, этот бит мог попасть и на совместный альбом с бульваром до поищу? Ну, ничего не знаю. То, что вот этот трек будет называться «Большие курки» и станет, можно сказать, за главным треком, оглавлением его, оглавлением всего релиза, тоже вы не знали или вы знали, что это будет? Мы вообще не знали, мы вообще не знали. Я удивился, да, то, что наш трек, типа, второй, после интро. Кто-то из битмарии знал, но нам не говорил. Этот саспенс выдерживался до релиза, до 15 ноября. А как отнеслись ваши родители? Они вообще понимают, типа, крутые Салуки? Или они такие, ну, молодец. Молодец. Ну, они, да, не знаю. Я, как бы, говорил, что есть Салуки, мы там, и вот прям. Ну, молодец, молодец, делай, делай дальше. Ну, у меня сестра заценила. Ну, на этом все. Полная версия вью будет в нум. Если вам интересно больше узнать о парнях, переходите. Слушайте «Большие куртки», ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, комментируйте, любите рэп и всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok